Правительством ДНР был принят еще один законопроект. Об этом вице-спикер Верховного Совета ДНР Мирослав Руденко. 30 сентября Верховный Совет ДНР принял в первом чтении за основу законопроект о статусе участника вооруженных конфликтов и боевых действий. Данным законопроектом регулируется отношение государства и наших бойцов народного ополчения, армии ДНР. Определяется, кто относится к участникам вооруженных конфликтов, боевых действий, какой их статус. Определяется такое понятие, как народное ополчение, добровольное военное формирование из мирных жителей, создаваемое с целью защиты своего дома, земли, родины, государства. И кто такой ополченец? Лицо, добровольно вступившее в народное ополчение. Также вводятся такие понятия, как лица, принимающие участие в обеспечении боевых действий, члены семьи, участника вооруженного конфликта и боевых действий. До настоящего времени подобного законопроекта не было, но нужно сказать, что у нас уже практически в течение полгода на территории ДНР идут боевые действия по отражению агрессии карателей киевской хунты. И такой закон, который определит статус участников вооруженных конфликтов, боевых действий и гарантий их социальной защиты, он необходим. Кроме того, он определит в дальнейшем льготы, которые полагаются участникам боевых действий. Закон имеет следующую структуру. Общие понятия, определение статуса, правовые основы этого статуса. Также меры социальной защиты участников боевых действий. Кроме того, понятие вводится комплексная реабилитация участников вооруженных конфликтов, участников боевых действий. И обязанность и ответственность участников вооруженных конфликтов, участников боевых действий. То есть данный законопроект принят с целью социальной защиты наших ополченцев и бойцов армии ДНР. Нужно сказать, что эту инициативу внесла в парламент общественное движение Новороссия. В Шахтерске работники сферы образования получили социальные выплаты. Как отметили в городском отделе образования, работники учебных заведений получали заработную плату в последний раз еще в июне текущего года. И последние три месяца были самыми тяжелыми. Благодаря самоотверженному труду учителей, родителей и силам народного ополчения, все школьные и дошкольные заведения города на данный момент готовы начать учебный год. В переходный период выплаты являются округленными и составляют 3000 гривен для педагогов и 2000 для технического персонала. Исполняющий обязанность директора ДНР Сергей Барышников выступил на брифинге по вопросам о предстоящих изменениях в системе обучения. Уважаемые телезрители, граждане ДНР, наши горячие сторонники и, может быть, еще люди, относящиеся несколько критически или, скажем так, с сомнением к деятельности руководства ДНР в тех или иных сферах нашей важной всем общественной жизни, в том числе в сфере образования, я хочу обратиться к вам с тем достаточно позитивным таким посылом и объявить о том, что, как мы и планировали, в ДНР, ведущий высшее учебное заведение нашей республики, ведущий вуз ДНР начал свою учебную деятельность сегодня, 1 октября 2014 года с достаточно активной такой явкой в аудиториях студентов и не только студентов, вчерашних абитуриентов, поступивших в этом году на первый курс, но и студентов основных курсов 2-го, 4-го, а также специалисты-магистры, то есть по всем составляющим нашего студенческого контингента, он у нас достаточно представлен солидно, большая часть наших учащихся сохранили преданность своей Альма-Матер, примерно 2 трети в целом, то есть до 75-76% по всему нашему вузу находятся сегодня на территории Донецкого университета или в силу тех или иных причин они не могут сейчас оказаться в аудиториях, но для них предусмотрена альтернативная дистанционная или дистантная форма подготовки, обучения, она тоже запущена сегодня с первого дня. Весь комплект необходимых электронных учебников, конспектов лекций, материалов, методических, различных планов, рабочих и учебных программ по тем или иным дисциплинам университет давно уже имел, поэтому это не проблема, это вопрос, так сказать, был только техники и времени. Время, как говорится, сегодня первый день, ну а технически все достаточно еще ранее было подготовлено, решено и сегодня тоже запущено. Так что с этим серьезных каких-то сбоев и никакой-то накладки нерешенных или узких мест и вопросов у нас нет. Сегодня, несмотря на звучащие в окрестностях города канонаду выстрелов, двери школ Молодой Республики открылись для всех учащихся. Сегодня почти во всех школах Донецка начался учебный год. Несмотря на четные попытки украинской армии прервать учебный процесс, Донецкие школьники, отдохнувшие, с торжественно приподнятым настроением пришли в школу. С нетерпением школьники ждали этот день. Лето уже давно закончилось, да и отдыхать уже надоело. Весь сентябрь не прекращались обстрелы Донецка. Руководство ДНР приложило все усилия для создания безопасных условий обучения детей. Общеобразовательная школа номер 20, которая находится в Калининском районе, собрала сегодня большую часть своих учеников. Мирослав Владимирович Руденко, вице-спикер Верховного Совета ДНР, посетил школьников, чтобы поздравить их с началом учебного года. Как вы считаете, как начался учебный год? Нужно сказать, что Министерство образования и науки провело очень большую работу. Это уже видно сейчас по тому учебному процессу, который идет в 20-й школе. Также были определены зоны безопасности, где можно открыть учебный процесс. Где он в других местах, где менее безопасно, он открывается дистанционно. Но, насколько я знаю, учителя получили заработную плату за сентябрь. Здесь сейчас много учеников, все полны энергии. И, как мне кажется, учебный год ДНР начался и будет успешно развиваться в дальнейшем. То есть можно только поприветствовать те усилия, которые Министерство образования приложило к началу этого процесса. Привет, девчонки. Соскучились со школой? Ой, да, конечно. Зачем соскучились больше? С одноклассниками, со школой. За учителями, за всем. Надоело дома сидеть. Хочется поскорее увидеть. Хочется, чтобы все было спокойно, мы хотели, чтобы было все как раньше. Весело, здорово. Длинные каникулы были? Ну, они очень длинные. Я хотел побольше школы. У меня тут друзья. Русский язык. Я люблю русский язык. Я хотел поучиться, поэтому хотел в школу, в общем. В школе номер 15 один из лидеров общественно-политического движения Евгений Орлов провел открытый урок мужества. Об этом наш корреспондент Оксана Волчонок. Здравствуйте. Сегодня 1 октября 2014 года. Первый звонок прозвучит во всех учебных заведениях, которые находятся вне зоны боевых действий. Мы находимся в центральном Ворошиловском районе города Донецка. В школе номер 15, где и посетим торжественное начало учебного года. По списочному составу у нас 265 учащихся. На данный момент по итогам переклички у нас присутствует более 50% учащихся. Надеемся, что за вот эти две недели детки еще к нам подтянутся. В принципе, мы планируем обучение и дистанционное, это для тех детей, которые не могут сейчас на данный момент приехать, и очное обучение. То есть никто не будет ущемлен, процесс учебный будет продолжаться в полной мере по учебному плану. В первом классе у нас 33 человека списочного состава. На данный момент было около 20 учащихся на перекличке. Сколько придет сегодня, мы посмотрим на первом звонке. Долгое время украинские учебные заведения испытывали дефицит финансирования. В большинстве школ не хватает даже простой оргтехники. Поэтому член ОПД Новороссия Орлов Евгений решил помочь школе и преподнес принтер. Первая запоздала линейка проходила в теплой атмосфере, напутственных слов директора, трогательных пожеланий гостей. Хочу вас с этим всем поздравить о том, что сегодня начинается учебный год. Первый учебный год в Народной Республике. Что я могу сказать? Вот здесь это воплощение всего того, ради чего стоит стремиться жить, ради чего стремиться работать. Приемственность поколения означает то, что мы сегодня должны заложить фундамент будущего, хорошего, успешного будущего для первокласса и для тех, кто вскоре выпустится. Для тех людей, для тех учеников, которые сегодня заканчивают 11 класс, хочу сказать. Смело смотрите в будущее. В будущее здесь, в Донецкой Народной Республике. Мы все сделаем для того, чтобы вы не думали о том, чтобы отсюда стоит уехать. Нет, здесь в наше будущее. И вы можете смело доверять нашим словам. Это светлое будущее. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А пока все начинаются со школьного фолькала. Позвучал первый звонок, дети спешат по классам. И первым, которым пройдет урок, будет посвящен 145-летию города Донецка. Мы посетим один из открытых уроков. Как тебя зовут? Оля. Сколько тебе лет? Семь. А ты в каком классе? Во втором. Хотела себе в школу учиться начать? Да. А что ты всего больше любишь? Математику. Математику? А рисовать ты любишь? А тебя как зовут? Саша. А тебе сколько? Что ты любишь делать? Читать. Хотела школу тебе? Да. Довольно тебе понравилась линейка? Да. Первый в этом году учебный урок. Урок, который имеет такую тему. Мой родной город Донецк. Открытый урок проходил в форме диалога между учителем и детьми. А в одном из старших классов в открытом уроке принимал участие председатель комитета Верховного Совета по делам семьи, молодежи и спорта Вячеслав Николаевич Клумаков. У нас столько спортивных достижений, столько героев труда, шахтеров, металлургов, машиностроителей. Сейчас, работая в новой республике, мы стараемся очень большое внимание уделять молодежи военно-патриотическому движению. Будущего нет без прошлого. Мы забыли прошлое, наше, которым мы должны гордиться. Новое поколение должно быть счастливым и не знать о войне. Мы и родители, и учителя поможем вам в этом. Счастливого и здорового, удачи, успехов. Всего хорошего. Дорогие дети, тоже наши самые любимые коллеги. Дорогие дети, сегодня мы с вами первый урок начали с очень доброй темы, с очень нам дорогой темы. А закончили мы самым лучшим пожеланием, который каждый из нас утром встает и спать ложится с этим, чтобы только был мир. А все остальное мы сделаем, все у нас получится. Мы побывали с вами на первом звонке, который проходил в центральной школе. Хочется верить, что год пройдет мирно и спокойно и, в принципе, без взрывов артиллерийских снарядов. С вами была Оксана Волчонок, Дмитрий Русский, телеканал Новороссия. В заключении выпуска информация о погоде в Новороссии. Завтра, 2 октября, четверг. В Луганске облака к утру рассеются, день пройдет без осадков, температура плюс 14 днем, плюс 8 ночью. В Макеевке днем 9-11 тепла, ночью плюс 3. В Мариуполе плюс 17 днем, ночью плюс 11. В Славянске плюс 10-12 днем, ночью плюс 4. Горловка днем плюс 11, ночью плюс 3. Краматорск днем 10-12 градусов, ночью плюс 3. Утро в Донецке будет безоблачным и до конца дня небо будет оставаться ясным, без осадков. Температура воздуха в Донецке 10-11 градусов тепла днем, ночью плюс 3. На сегодня это все. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.